Всем привет, но мимо такой новости я пройти не мог. Певица Анжелика Варун, которая сейчас уже давно не поет, так как пела она в 90-е годы, в начале 2000-х, поступила такая новость, то что покинула Россию, переехав в США, то есть на мой взгляд сбежала со своей родины. Давайте я вам покажу скриншот этой новости, а потом погуглите и сами проверите. Вот «Светская жизнь» опубликует эту новость. Анжелика Варун переехала в США и живет в квартире за 2 миллиона долларов. Вот так вот она ссылается, пишет там, что Варун решила быть поближе к дочке, то есть плюнула на родину и поехала туда. Да, вот тебе и тина. И 54 года, Анжелика Варун, это певица Российской Федерации, почти пропала из поля зрения поклонников. Да, она уже давно, я уже забыла, кто она такая, кто она такая. Кто такая Варун? А, да, которая пела в свое время в 90-е лютые годы, да. Все, больше никто. Кто? Мы уже забыли, кто она такая. И она изредка выступает вместе с мужем за миллионов долларов, баксов и поет там ля-ля тропаля. Вот, с Агутиным. Но сонных концертов не дает и новых песен не записывает. Ну да. Вот, и плюс вот такая вот новость поступила, перед вами скриншотик. Вы можете ее почитать, эта новость. И я сейчас вот так вот убавлю, что я могу сказать, уважаемые ребятушки. Бегство и предательство со стороны Анжелики Варун. Да и муж ее не лучше. Муж ее пока думает. Он, наверное, все равно ездит по Европе, по Америке там. Но сюда приезжает просто песня пропеть и убежать. Он тоже, честно говоря, ничего патриотического не сделал вместе со своей женой. Не знаю, развелись они там, не развелись. Вообще, за последние годы, можно сказать, музыкальная эстрадная элита показала, что она себе представляет. Давайте вспомним слова Бжезинского. А вы скажете, а кто такой Бжезинский? Это один из идеологов по разрушению Советского Союза. Он в свое время говорил, что у России нет элиты с 90-х годов. Она даже с 80-х годов отсутствует. Это прозападная элита. И вот одна из этих музыкальных эстрадных элит, это Анжелика Варом. Она показала, где ее родина. Ее родина в Америке. В... А, у западных стран. Ей плевать на нашу родину. Ей плевать, что происходит в России. Она показала своим действиям. Она еще это показала много лет назад. Просто она не стала раскрываться сильно. А сейчас она раз и уехала. Полностью. Вы скажете, мы в свободной стране живем. Извините. И против нашей страны идет война. Экономическая, политическая, информационная, гибридная война. Нам объявили ее англо-саксы. Официально с 14-го года. С 91-го года она вообще, эта война не прекращалась. Просто она шла в более другом формате. А в более открытом формате они пришли в 14-м году. Даже раньше, когда Ющенко посадили на пост президента Украины. Вот так вот. Я в тот момент в Крыму еще жил, а Крым был еще в составе Украины. Я знаю, я видел, как плясали там, около Киева. Это все, это прекрасно помню. Мы это проходили. И вот вам показали, что из себя представляет наша элита. В скобочках наша элита. Это не наша элита. Бжезинский сказал. Погуглите после моего ролика. И узнаете, кто такой Бжезинский. И вот эти фразы забейте, которые я вам сейчас сказал. Он в одном из интервью, когда был живой, он сказал. У России нет элиты. У России нет олигархов. Это все наши олигархи и наша элита. Вот и все. И чтобы нам стать свободной державой, Путину нужно менять элиту. Либо сверху, либо снизу. Кстати, об этом еще говорил военный эксперт Сивков. У Константина Сивков, он еще перед Новым годом говорил, что Путину придется это делать. Либо сверху, либо снизу. Либо будет плохой конец. Решать, как говорится, так. Вот, что из себя представляет. А еще многие спящие есть, которые еще не скрывают, которые показывают, якобы мы такие патриоты, которые на камеру все это любят делать. Ребята, с 90-х годов наша держава находится в оккупации у англосаксов. Это надо понимать. Мы никуда не освободились. Путин, придя к власти, он просто ослабил вожи англосаксов. Но они пока еще здесь хозяйничают. Признаки. Центробанк не государственный банк. У нас доллар гуляет. В суверенной стране доллар не гуляет свободно. У нас долларовая экономика. Плюс евро. Рубль это перекрашенный доллар. Об этом говорил и Федоров, Катасонов. Но вы же бои, не хотите слушать. Вы слушаете всяких пропагандистов. Типа Соловьевых. А, кстати, к Соловьеву тоже есть много вопросов. Симонян. Я на эту тему сколько роликов сделал? Еще раз сделаю. Соловьев и Симонян, Маргарита. Они обучались в Америке. Там проходили стажировку. Симонян, она там проходила стажировку, училась. И приехала сюда жить. Она там не работала. А Соловьев там работал. И там, кстати, бизнес он там построил. Вы думаете, американцы просто так им позволили это сделать? Нет. Вы скажете, Путин их держит. Ну, это уже вопрос Путину. Значит, времени пришло убирать их. И Попов Скобеева не лучше. Извините, элиту надо менять. Вот одна из элит. Она показала свое истинное лицо в виде ворум. Жаль. Я ее очень уважал в свое время. Но я уже перестал ее уважать. А как мне за такое поведение надо человека уважать? Который плюет на родину и в тяжелое время уезжает из нее. Володин нам много чего обещал. Что там мы будем туда-сюда. А потом мы по пятную пошли. Они типа граждане нашей страны могут вернуться. Ребята, я хотел бы и Володину напомнить. Почитайте, чем закончил Ростропович. Он за свой длинный язык не мог вернуться обратно в Советский Союз. На 20 с чем-то лет. И вернулся тогда, когда, по-моему, там Горбачев пришел к власти. Если я не ошибаюсь. Или уже в 90-е годы. Вот так вот. Вот так поступает. С предателями поступали в Советском Союзе. А сейчас знаете, почему так мы не поступаем? Потому что у нас не суверенное государство. У нас пятая колонна управляет в стране. Это глаза и уши англосаксов. Вот так вот. Жить станем лучше, когда их не будет. Долой олигархат, долой пятую колонну. И вот эту элиту. В виде ворум. Вот так вот. Мимо такой новости пройти не мог. И своим подписчикам и гостям моего канала я говорю. Учите матьчасть. Одна из главных матьчастей. Конституция. У нас народ юридически безграмотный. Думают только о своем кое-что. А о своей родине не хотят думать. Вот поэтому мы так живем. Плохо. Требуйте с Владимира Путина вернуть суверенитет. В полном объеме. И время пришло. Я думаю, что это рано или поздно произойдет. Посмотрим, что будет в мае. С вами был Руслан Михайлов. Политобозреватель Российской Федерации. Подписываемся на мой ютуб канал. Конечно же, на Дзен тоже. Ставим два лайка. Комментарий приветствуется. Пока-пока.